Приветствую тебя зритель, меня зовут Деквин, я автор блог «Азуального геймера», а в этом видео я хотел бы рассказать о любовных сюжетах в игре Assassin's Creed Valhalla. Как и в предыдущей части Assassin's Creed Odyssey, главный герой или героиня могут завязывать любовные отношения с персонажами игры. Я играл Эйвора мужчиной, поэтому мне удалось поромансить Рандвы и Петру. Кстати, если вам интересно, то в конце этого ролика я расскажу, как мне удалось сохранить отношения с обоими. Кроме любовных похождений Эйвора, в игре есть еще несколько историй, связанных с любовными и сексуальными отношениями мужчин и женщин. На одной из них строится весь сюжет в Эссексе, квестовая цепочка бревиарий разбитых средец. А так, в основном это короткие мировые события. Их немного, да и сделаны не без откровенных деталей. Рейтинг, понятное дело, но все-таки при таком количестве расчлененки секса средневековой Англии почти нет. В игре я нашел только один бордель в Корчестере. Я не буду указывать точного расположения этих мировых событий, разве что только обозначу, в каких локациях они происходят. Прошли, Ролла. Оу, это тот самый дикарь? Меня послала Эстрит. Что, правда? Прощальный подарок тому, кто славно ее отделал, а? Я пришел забрать тебя. Боже, нельзя. Эй, кто тут Ролла? Он нам нужен. Люди-короля хотят задать ему пару вопросов. Нет, 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 нет. Постойте-ка. Итак, начнем с Хардафюльки. Хардафюльки – это высокоуровневая локация, но вам придется наведаться туда уже в самом начале игры, проходя основной сюжет. В поселении Альрекстад вы повстречаете грустную женщину, которая пожалуется вам на то, что ее муж не способен выполнять супружеский долг. Огонь, так сказать, погас. Чтобы его опять разжечь, вам понадобится, в прямом смысле слова, поджечь дом. О, я горю! Может, вам нужен огонь, как в первый раз? Да! Сожги наш дом! Сожги его до тла! Получилось! Я тверд, как башня Кеймталя! Тогда протарань меня, как Вальгринд, и войди в Вальгау! Возьми свою добычу, викинг, и присоединяйся к нам! Пусть страсть поглотит тебя! Может, в другой раз. Но от добычи не откажусь. Вторая любовная история ждет вас под Фурнбургом. Недалеко от поселения вы обнаружите одинокую женщину, сидящую у озера. Она расскажет вам о том, что если вы кое-что найдете, то получите от нее кое-что взамен. Надо немного искупаться в холодной воде и получить обещанное. Правда, деталей вам не покажут. Хочешь тоже поискать? Хочешь тоже поискать? Кажется, это твой. Все, довольно. Поиски окончены. Гребень найден. В награду я проведу с тобой немного времени. Мы погуляем, а там посмотрим, куда заведет нас беседа. Ясно. Видим. Ты не похож на тех, кого обычно влечет ко мне. Ты суров, но в тебе есть... Утонченность. Утонченность? Прочие, как дубинки. Столь же неуклюжи. Но ты проворен, как нож. Тебе так нужен хоть кто-то, что сойдет любой лесоруб или воин? Я была замужем. Мой Альфи умер пять зим назад. Наш союз был безупречен. Мне не нужен другой муж. Ну что, мне до конца своих дней жить без любви и внимания? Я так не хочу. А гребень? Может быть, гребень, брошь, браслет. Что угодно. Главное потерять, чтобы кто-нибудь смог найти. Есть интересные истории. Как-то раз ко мне трижды приходил один человек. Я даже испугалась. Оказалось, тройняшки. Если этот гребень тебе не нужен, что мне с ним делать? Возьми себе. Причешись. Или я могу тебя причесать. Причесать? Все состязание было ради этого? Я могу не только причесать, но и снять с тебя груз забот ненадолго. Если хочешь. Да, на моих плечах тяжкое бремя. Лишь нежные руки могут его облегчить. Позволь мне. Нежные руки. Грубый голос. Это было приятно. Оставь гребень себе. На память. Спасибо, Биль. Ты сняла тяжесть, которую я не мог снять сам. Следующий любовный эпизод ждет вас в Эссексе, где вы становитесь свидетелем разговора женщины и монаха. По какому поводу они ругаются, не совсем понятно, но поговорив с дародной дамочкой, Эвер выясняет, что ей нужна помощь. Нужно выкрасть ее любовника. Эвер соглашается. Что дальше? Смотрите видео дальше. Старой девой и ведьмой. Так тебе нужна защита от детишек? Хватит презрения. Мы с возлюбленным обвенчались в тайне. Но его отец против нашего союза. Ты похитишь мою любовь у всех на виду. Его дом недалеко, среди красных цветов. Постой-ка. Похищу? У моего возлюбленного рыжие волосы. И не убей его отца. Не гоже портить праздник. Приготовлю ему курицу. Или похлебку. Я от твоей возлюбленной. А ты кто? Да, продолжай. Нам нужно обмануть твоего отца. Стой. Что? О чем ты? Я ужасный Эйвор. Похищу твоих сыновей. Они нас святые. Языщики пришли на наши души. Прошу. Нет. Молодец. Продолжай. Продолжай. Скоро ты будешь с ней. Это он. Ой, любимый мой. Прошу. Аккуратно положи его. Что ты? Что происходит? Тише, любимый. Все хорошо. Стой. Так он любит тебя? Или нет? А любит. Я следила за ним много месяцев. Он почувствует пламя моей любви. Благодаря тебе. Ты следила за мной? Это так? Странно и подозрительно. Романтично? Ты зашла так далеко ради меня? Это будет в моей душе интересное желание. Благодарю. Возьми награду и оставь нас. Что ж, милый, спаши мое поле. Оно заждалось тебя. Переносимся в Глостершин. В одном из поселений вы обнаружите женщину, которая стоит перед домом и взывает к некоему мужику, который, судя по всему, дрыхнет после попойки в местном пабе. Кстати, из первых реплик понятно, что канонический Эйвор это все-таки женщина. Здесь Эйвор, мужчина, приходит на помощь женщине и пытается ее убедить и рассказать, как ей завоевать сердце этого мужика. Я здесь! Я сложила для тебя стихи. Ты же так их любишь. Ты хочешь украсть моего Альдвина? А, ну, конечно. Ведь он так ослепительно хорош. Несчастная любовь? Он прекрасный цветок. А я ничтожный червь. Мои слова не разжигают его чувств. Он все так же холоден. Просто слова не те. Гляньте-ка. Раз ты такой умный, открой мне двери его сердца. Дай немного времени, мне надо подумать. Альдвин, милый, я здесь! Я знаю, что надо сказать. Ну и что же? Мужчины страшно тщеславны. Воспой его силу и красоту. Сравни с могучей скалой. Что ж, попробую по-твоему. Альдвин, плечи твои утесы. Другим такое лишь снится. В твоей бороде, как в лесу, я хочу заблудиться. Мне нужен лишь ты, мой пивовар. Я стану твоей музой. Мы вспенимся страстью. Захмеляем от любви. Ты, кажется, не подходишь Альдвину. Поищи другого. Ну уж нет. Его запах, аромат хмеля изо рта. Много в нашей таверне жеребцов, но он самый горячий. Как скажешь. Что ж, удачи тебе. Я сделал все, что мог. Опять же, Глостер Шир, но другое место, где Эйвор обнаруживает беременную женщину, которой нужна помощь. Смотрим дальше. Ребенок на подходе. Есть тут повитуха. Я тебя провожу. Обойдусь сама. Помоги мне подняться на тот холм. Дальше я справлюсь. Что? На вершину холма? И ты хочешь справиться в одиночку? Да! А-а-а! Я заползу на этот холм, даже если умру на нем. Если понесу тебя на руках, наврежу ребенку. Лучше поедем на лошади. Ах, ты не обязан мне помогать. Но спорить я точно не стану. Бросить в беде женщину на сносях было бы бить. За нами идут. Постой. А-а-а! Бросить в беде женщину на сносях было бы бесчестно. Почему тебе не помог отец ребенка? Потому что он божество. Мог, бог леса, пленил меня своей песней в праздник солнца. Ты и вправду легла с богом? Да, и что с того? Мария понесла Христа от касания бога. А бог Данов, говорят, спал с конем. Локи. За нами идут. Постой. Локи. И он был... За нами идут. Постой. И он был в облике кобыла. Тебя ведь не взял какой-нибудь бог Скакун, верно? Нет. То был человек. Но я уверена... Мы добрались до храма. Как думаешь, твой божественный любовник сможет нас найти? Меня обрюхатил не бог, а обычный, скучающий, смертный, как и я. Вряд ли он захочет растить наше дитя. Ясно. Значит, мы займемся ребенком. Дыши глубже и расслабься. Потерпи. Я сооружу палатку. Ты отлично справилась. Здоровая девочка. Хорошо кричит. Как воин. Девочка. Я не знаю, как называть воинов. Может, дадим ей твое имя? Малышка Эйвор. Эрмина. Я везде тебя искал. Бран сказал, что ты убежала, и я перепугался. О! Это... Значит... Так вот твой бог-любовник. Что-то он хлипковат. Бог-любовник? Это похвала моим умениям или просто оскорбление? Иди, Мок. Наши семьи никогда не одобрят этот союз. Так что, если не хочешь опозориться, забудь меня. Это уж решать мне самому. Плевать на позор, если нам остается только жить в лесной хижине. Пусть будет так. Домик в лесу вполне подойдет ведьме с дочерью. О! Последняя история комична. Эйвор опять натыкается на ссорящихся мужчину и женщину. Дело в том, что женщина хочет ребенка, а мужчина не хочет. Чтобы решить проблему, женщина просит Эйвора отвезти ее к магическому камню, который поможет ей забеременеть. Как камни помогают забеременеть, вы можете посмотреть далее. Из-за того, что мой муж трусливее мыши. Я лишь хочу завести ребенка. Не знаю, как я могу с этим помочь. Есть один камень. Место великой силы. Говорят, женщина, что проведет там ночь, забеременеет. От камня? От силы плодородия, что в нем заключена. Я хочу ее испытать. Ты защитишь меня в пути? У всех женщин, что приходили к камню, потом рождался ребенок. Это чудо. Но оно ведь не христианское. Легенда гласит, что Астара, богиня весны, на этом самом месте превратила птицу в зайца. А тот отложил цветные яйца для ее праздника. Это место силы. Птица стала зайцем, тот отложил яйца. Чудно, но наши саги чуднее. Мы пришли. Отойди в сторону, я сам управлюсь. Мгм. Мгм. Мой дурак оказался прав. Волки здесь злющие. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Вот оно. Это место. О, Астара, даруй мне свое благословение. Дай мне то, чего я так желаю, дитя. Остара исполнит твое желание. Нужно лишь провести обряд. Вам обоим нужна помощь. Эта женщина пришла, чтобы вобрать силу Камня Плодородия. Вберет. Все будут довольны. Сколько бы времени и моих сил не понадобилось, я готова. О, Астара, почувствуй силу богини. Вбери ее всю. Но ее так много. Да. О, да. Да. И свои стуки. Ее так много. Ну, прямо как кукушка. Да, да, да. Да. Почувствуй, почувствуй силу. Почувствуй. О, почувствуй силу. Здесь были исполнены желания многих женщин. Да, да. Да, настолько твое. И богиня, и богиня, конечно, конечно, богиня. Остара, остара, да, да. Да, да. Да, 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 вот. О, да. О, да. Я чувствую. Да, да. О, я счастлива. Я счастлива. О, да. О, да. Да, да, да. Да, да. О, боже, да. О, да. О, о. Да, да. Да, да, да. Нет, нет. Да. О, да. О. Как бы они весь сусокс не окропили этой своей силой богов. Оставлю их. Не буду мешать обряду. Роман сурового кузнеца из Ревенсторпа Гуннера и уроженки Глостершира Бригитты это не мировое событие, да и сюжет по бочне, но мимо него пройти сложно. Фактически именно этот сюжет завершает основные события игры. Война окончена, начинается мирная жизнь, совет да любовь, как говорится. Так что этот фрагмент тоже попал в эту подборку. Гуннер и Бригитта, это честь для меня присутствовать на вашей свадьбе. Видеть, как крепки связывающие вас узы. Видеть любовь, чья сила тарит людям надежду. Пришло время принести клятвы. Бригитта, прими этот клинок, выкованный в пламени, что горит так же ярко, как моя любовь к тебе. Он остер, как твой ум, и сверкает, как твоя красота. Его удары звучат так же сладко, как твой голос. Дио, седвидер карит, сеганар. Туэнэв, я локис, поривидидорахи, туэн, туэн, хариат. А я тебя. Я отдаю тебе свой меч и обещаю, что буду рядом всегда. Туэнэв, я тебя. Хид фи дидо бредвидио ом фьютион хуна, а дисот jawоно valeur хуна, hope и премонисион. Но дим маунт о сгрэйн а фо detta паро твой фи и свипенаадвенсьо рarla. О, как красиво. Я трону до слез любивая. Возьми же мое кольцо, а я твое. Буду носить его с гордостью, согретой любовью столь прекрасной женщины. Это лучший день в моей жизни. Обними меня. Итак, влюбленные стали мужем и женой. Выпьем же. Ну а теперь о том, как сохранить романтические отношения и с Петрой, охотницей из Рейвенсторпа, и с Рандвэ. Скорее всего, это баг, но тем не менее. Сначала Эйвор начал отношения с Рандвэ. Потом он порвал с ней, и после этого никакие любовные реплики доступны не были. Кстати, Сигур так ничего не узнал. Потом Эйвор закрутил с Петрой, и какое-то время все было хорошо. А вот во время выполнения квеста, связанного со свадьбой кузнеца Гуннера, надо поговорить с Рандвэ, и она предложит отойти на личный разговор. В результате беседы вам откроется возможность снова начать роман. После завершения цепочки я решил вернуться в поселение и поговорить с Петрой. Как выяснилось, все любовные реплики остались на месте. Собственно, это все, о чем я хотел рассказать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И если вам есть что рассказать, можете я что-то пропустил. Отписывайтесь в комментариях, и всем вам удачи! Субтитры сделал DimaTorzok